До конца всероссийской переписи населения осталось 10 дней. Для нашего города это уникальная возможность подтвердить свой статус города-миллионника. Тем более, что по некоторым данным население краевой столицы превышает миллион семьсот тысяч человек. Перепись проходит один раз в 10 лет, а это значит другой возможности официально зафиксировать число жителей Краснодара. Плотность населения и его социальное положение наступит не скоро. Перепись населения это самый достоверный, самый точный способ получения объективных статистических данных. Причем не только, может быть, даже не столько о численности населения, сколько о том, как оценивают сами граждане свой уровень жизни, доступность коммунальных удобств, к какому классу они себя относят, какой тип потребления у них сложился. Именно поэтому важны ответы каждого, кто проживает в нашем городе, даже если прописки пока еще нет. Напомню, пройти перепись можно самостоятельно на портале госуслуги. Еще один удобный вариант – обратиться в МФЦ. Конечно, старый дедовский способ дождаться переписчика дома никто не отменял. Но зачем ждать? Нужно действовать. Основной метод борьбы с пандемией – вакцинация. В Краснодаре прививку можно сделать в мобильных пунктах, таких в городе шесть, и в территориальных поликлиниках города. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация проводится бесплатно. Записаться на прием можно через госуслуги. Нерабочие дни введены не просто для того, чтобы отдохнуть и провести время с друзьями, а для того, чтобы меньше контактировать с другими людьми. Сидя дома, вы разрываете цепочку заражения. Микрорайон гидростроителей активно развивается. За последние годы было построено немало социальных объектов. Но их все еще недостаточно, так как с каждым годом население гидростроя растет, и потребность в новых детских садах, поликлиниках и учебных заведениях становится больше. Сейчас в микрорайоне идет строительство школы на 1550 мест. К ее возведению приступили в феврале прошлого года. На данный момент она готова на 78%. Финансирование работ предусмотрено под программой развития общественной инфраструктуры муниципального значения. На соцобъекте работают 107 человек и 8 единиц техники. Этот микрорайон, здесь очень много живет людей, несомненно, очень много детей. Конечно, здесь его надо полностью, полностью нам вот эту проблему снимать. И у нас уже нет времени. Поэтому давайте вот этот вопрос ускорять. Выносим на планерку, смотрим по земле. И нам в следующем году необходимо заходить в проектирование. Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству территории. Делают ограждения и покрытие спортивных площадок. Возводят КПП. Площадь земельного участка более трех гектаров. Школа будет состоять из шести блоков, в каждом по три этажа. Помимо классных кабинетов, в здании будут актовый зал на 497 мест, столовая на 600 учеников, три спортзала и зал для занятия гимнастикой. На территории школы будут совмещенная площадка для волейбола и баскетбола, поле для игры в мини-футбол, сектор для прыжков в длину и беговые дорожки на разные дистанции. Завершить строительство планируется в первом квартале следующего года. Напомним, сейчас в Краснодаре строится 9 школ и 5 дошкольных образовательных учреждений. Всего за последние четыре года в Краснодаре построили и ввели в эксплуатацию 12 новых общеобразовательных учреждений и открыли 19 детских садов. Говорят, что в самых сложных жизненных ситуациях спасает вера. Так ли это? Служители церкви отвечают однозначно «да». Но в чем заключается вера и каков он, современный православный мир? Ответы на эти непростые вопросы дает митрополит Екатеринодарский Кубанский Григорий. Кроме того, в интервью владыка расскажет о себе, о краснодарской молодежи, о ремонте Святой Екатерининского собора и о традициях, которых нужно придерживаться, приходя в храм. В храме невидимо, незримо, но ощутимо для нас пребывает Бог, своею благодатью. Благодать Божия – это спасительная сила, которая дается православным христианам, дается тем, кто нуждается в силе Божьей, тем, кто стремится получить эту спасительную благодать. Посмотреть интервью с митрополитом Григорием можно уже в ближайший понедельник. Включайте ваш телевизор или открывайте специальное мобильное приложение телеканала «Краснодар». На своем телефоне ровно в 10.50. Нерабочие дни – это не праздник, а вынужденная мера безопасности. Они даны нам для того, чтобы мы ограничились контактами и разорвали цепочку заражений. Медики рекомендуют в эти дни оставаться дома. Но чем же себя занять? Ответ на этот вопрос знает психолог Евгения Танасова. Это прекрасное время для того, чтобы узнать что-то новое, послушать какие-нибудь вебинары, лекции, почитать книги, которые давно стоят на полке, и все никак не находится время, чтобы их почитать. Это хорошее время, чтобы наконец-то сходить к врачу и заняться своим здоровьем, на которое, как правило, всегда не хватает времени. Прекрасное время для творчества. Можно рисовать, петь, танцевать, раскрашивать картины по номерам. Не забывайте про себя не только в выходные и праздничные дни. Старайтесь больше уделять внимание себе и своей семье, больше себя радовать, баловать и любить. Помните, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, использование масок и, конечно же, вакцинация – самые эффективные методы в борьбе с опасным вирусом. Берегите себя. Сегодня исполняется 55 лет Краснодарскому государственному институту культуры. Первый год работы в ВУЗа были открыты всего два факультета – библиотечный и культурно-просветительский. На них обучалось 150 студентов. Теперь в ГИКе 7 факультетов, а число студентов выросло до 4000. За эти годы было сделано очень много. Но самое главное, что наш институт стал центром формирования культурной политики не только юга России, но и всей нашей страны. За это время выпустилось более 30 тысяч специалистов, которые активно сегодня работают в различных учреждениях культуры и искусства, в руководстве многих управлений культуры субъектов Российской Федерации. В этот институт ежегодно приезжают поступать парни и девушки из разных городов России, потому что некоторые преподаватели – заслуженные деятели культуры. Задуть свечи на праздничном торте ГИК планирует 12 ноября с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.